здравствуйте дорогие мои друзья казалось бы утро как утро хочу спросить утро утро что ты такое делаешь появилась новость точнее прислали мне ее человек пять минимум поэтому указывать то именно первый прислал я так и не разберусь видимо это городской портал orsk.ru это город в российской федерации если не ошибаюсь где написано разработчик из орска создал свою операционную систему скриншот без комментариев в орске есть люди которые прекрасно разбираются в компьютерах разработках с одним из специалистов такой сферы нам удалось пообщаться молодой человек с именем вова на полном серьезе говорит что создал новую операционную систему давайте его послушаем данная операционная система является именно скорее инструментом для работы с персональными компьютерами в плане того то что осуществление сервисного обслуживания быстрые настройки и как бы так скажем это в плане больше предприятия идет установка их программного обеспечения которое ну именно профессиональной деятельности предприятия и соответственно заливка конфигурации на компьютеры то есть облегчает жизнь программистом системным администратором в плане сокращения времени и убирает необходимость дополнительных кликов мышкой что мы сейчас поняли есть владимир есть город орск и там владимир создал новую операционную систему для того чтобы экономить клики мышкой далее мы узнаем что владимир работает в яндексе работает тестировщиком ну или проще говоря тестирует софт операционная система называется white root ос тут он говорит о том как называется его операционной системой почему он ее так назвал последняя версия называется light of the earth переводе это свет земли но если перевести на старый славянский это означает светлана я ее назвал в честь моей мамы я нашел канал с демонстрацией и название такое разработчик из орска создал свою операционную систему если вам смешно это уже на лоре обсуждается господа на лоре и вызывает определенный резонанс если вы думаете что это линукс никакого отношения к линуксу это не имеет это windows господа это наш пациент однако заниматься обсираловым я не буду по причине того что человек на самом деле проделал не хреновую работу он создал эдакий гибрид что-то между третьим гномом и оболочкой mac us 10 вот так все это выглядит я не знаю где скачать снизу док похожий на тот самый док который используется в mac us 10 сверху у нас панель здесь global меню нет здесь есть менюшки наподобие как когда-то были во втором гноме или даже в третьем гноме тоже подобно используется переход справка и меню все это выглядит не очень красиво вырвиглазная прозрачность как когда-то очень очень много лет назад гигантские шрифты и такое ощущение что на винду натянули какой-то очередной трансформатор тем ужасные шрифты гигантские иконка finder а которую в принципе наверное использовать нельзя то что это винда палит виндовый софт офис microsoft а и до 64 тут он календарь какой-то захерачил то ли он его сам написал посмотрите какая страшная шапка окон ну да он сам сделал да молодец но это же не собственная операционная система это же винда скажи ты я создал лаунчер понятно что скорее всего это мало кому будет интересно потому что подобных лаунчеров создают ну до хрена кто создают вот господа и до 64 notepad 2 плюс tweak включить бренд мауэр выключить обновление настройки сети и если бы он сказал что да это мы с windows я создал вот такую вот оболочку и эта оболочка упростит использование на предприятиях хотя чем вам оболочка windows не угодила тем более управлением данной оболочкой сейчас владеет кто угодно и в любом учебном заведении изучают именно графическую оболочку windows и мне кажется владимир своими действиями немножко испортить себе репутацию скорее всего его подымут на смех и уже начинают подымать потому что если почитать снизу комментарии над чуваком начинает уже конкретно стебаться и упоминается ball genus тагильский школьник разработал новую операционную систему для компьютеров ball genus может стать достойной заменой windows тут или владимир решил хайпануть по-быстрому из поймать птичку под названием слова или же он не знает чем это может нехорошим закончится а шумиха подымается уже не хилая но согласитесь если каждый пакет тем называть операционной системой но даже несмотря на то что здесь естественно какие-то утилиты он самостоятельно дописал это будет неправильно и вообще владимир сейчас делает большую ошибку и тот факт что владимир заявляет что еще будет распространять данную операционную систему на предприятиях говорит о том что могут еще быть судебные иски хотя если на предприятиях есть ключики купленные честным путем и владимир пришел с вот этим вот как говорится произведением искусства установил туда ключик пиндюрил и по сути это лицензионная windows получается microsoft по барабану уже как там эту винду переделали главное они свои денежки получили единственное что они наверняка могут отказать в поддержке потому что если они вот это увидят я думаю у них будет очень сильно болеть как минимум голова и они пойдут к психиатру ну что ж господа на этом я заканчиваю добавить мне нечего я надеюсь что владимир в принципе одумается и всем сообщит что это не отдельная операционная система это просто винда с его лаунчером с его каким-то программным обеспечением и вся эта шумиха мирно закончится не так как когда-то уже в 2010 году всем пока